Привет, я Катя Панкова, и сегодня у нас снова переделка старой мебели. На этот раз это кресло. Кресло, так же как и буфет из прошлого ролика, мы привезли от бабушки. Ему уже очень много лет, как минимум оно старше меня в два раза. Но при всем при этом оно очень крепкое, ни капельки нигде не шатается, ножки вообще в прекрасном состоянии. Ну а обивка, конечно, уже порвалась, протерлась. Но ведь это не так важно, самое главное, что у него крепкий каркас, а все остальное с легкостью можно заменить. Так что после переделки, я думаю, нам это кресло прослужит очень долго. Надеюсь, у меня получится дать ему вторую жизнь спустя столько лет. Ну что ж, давайте приступать к работе. Первым делом, конечно же, необходимо освободить кресло от старой обивки и разобрать его по частям, чтобы можно было заново перетянуть его тканью. Для начала я решила снять подлокотники. Они с легкостью отсоединяются. Подлокотники посажены на прямоугольные деревянные крепления. Просто потом все смажу клеем и заново посажу их на место. Я осматриваю кресло, чтобы понять, где у него находится соединение и определиться, с чего нужно начать. Я так поняла, что подлокотники держатся на болтах, которые закреплены под сидением. Поэтому снимаю ткань снизу. Сперва я решила, что буду выдергивать гвозди по ходу дела. Но потом... Ну вы поняли. Проще будет эти гвозди вытащить после того, как я сниму всю обивку. Ну и начинаю снимать ткань и вытаскивать гвозди. Оказалось, что это очень непросто сделать. Я пыталась нащупать какую-то тактику, как проще будет все это сделать. Так как гвозди вбиты очень глубоко, их сложно было чем-либо подцепить. Я поднимала их стаместкой, потом пыталась подцепить пассатижами. Поняла, что с пассатижами тут нечего делать и взяла кусачки. Ими хорошо можно подлезть под шляпку гвоздя. Конечно, вначале я очень мучилась с этими гвоздями. Я прям представляла, сколько я сейчас потрачу времени лишь на то, чтобы их все извлечь. Но потом я приловчилась и дело пошло как по маслу. Но, конечно, не без усилий. Я удалила всю ткань, примыкающую к подлокотникам. И теперь можно их открутить. Эти болты я оставлю, так как на них потом буду крепить подлокотники. Освобождаю от обивки сидения. Я стараюсь вытаскивать абсолютно все гвозди. На некоторых шляпки отваливаются, их сложно вытащить. Какие-то все-таки получается извлечь, но остальные я просто глубоко забью. Я извлекаю все гвозди для того, чтобы потом зачистить и зашлифовать каркас. Я думаю, что это будет гораздо приятнее, нежели оставить всю эту годами накопленную пыль. Ничего себе, тут прям целый слоеный пирог. Пружина, сверху вата, ткань, мешковины. И все это закреплено на веревку. Все это удаляю. О, сколько же тут пыли! Обязательно надевайте респиратор при таких пыльных работах. Переходим к спинке. Снимаю всю эту налипшую вату и удаляю ткань. Я зачищаю ремни, потому что хочу их оставить. Они очень крепкие, так что не вижу смысла их менять. Ну и осталось зачистить подлокотники. Благо, тут гвоздей не так много. А на задней планке ткань была приклеена. Просто отдираю ее. Теперь зашлифовываю весь каркас. Задняя стенка что-то уже не очень хорошо выглядит. Я решила, что лучше будет ее заменить на новую. Так что откладываю пока ее в сторону. Спинку придется еще отмывать, так как там остатки клея. И зачищаю само сидение. Теперь приступаю к ножкам. Я снимаю лакокрасочное покрытие при помощи удалителя краски. Я его уже использовала при перекраске буфета и знаю, что действует оно очень хорошо. Наношу его тонким слоем и жду несколько минут. А после снимаю при помощи шпателя. Еще дополнительно зашлифовываю ножки шлифмашинкой. Окрашиваю ножки текстуролом. Осталось вырезать новую заднюю стенку. Обвожу контур по старой фанерке. И вырезаю лобзиком. Теперь зашлифовываю торцы и немного прохожусь по всей поверхности. Ну что ж, все подготовительные работы окончены. Признаюсь честно, это было очень сложно. Это, наверное, самый сложный процесс во всей переделке этого кресла. Потому что нужна сила, чтобы выдернуть все эти гвозди, чтобы все это зачистить, подготовить кресло к перетяжке. Но этот этап окончен и можно переходить к самому интересному, к мягкой обивке. Я дополнительно закрутила еще несколько саморезов, так как гвозди уже не очень хорошо держат эту фанеру. Снимаю мерки с деревянного основания, чтобы перенести их на поролон. Я взяла поролон средней жесткости, толщиной 3 сантиметра. Расчерчиваю на поролоне разметку, по которой буду резать. В качестве направляющей использую обычный металлический уголок. Мне в комментариях к предыдущей переделке кресла посоветовали резать поролон обычным кухонным ножом. Я решила прислушаться к этому совету и хочу сказать вам огромное спасибо. Кухонный нож отлично режет поролон. Также я использовала направляющую для того, чтобы рез был более ровный. Вырезаю вторую такую же деталь. Два слоя поролона будут склеены между собой. И третьим слоем я сглажу все углы. Вырезаю третий слой все по тому же лекалу, но спереди я оставляю еще лишний поролон, которым закрою торец кресла. Проверяю, все ли верно. Буду использовать вот такой мебельный клей в формате баллончика. Наношу клей на деревянное основание и на поролон. Сначала приклеиваю торец и потом аккуратно накладываю поролон на всю поверхность. Я решила подрезать поролон, так как немного закрыла соединение. Приклеиваю следующий слой, третий слой. Приклеиваю только верхнюю часть, с торцом нужно будет работать отдельно. Теперь я прикладываю поролон к торцу, чтобы отметить, по какой линии необходимо его отрезать. И отрезаю. Для того, чтобы замаскировать шов прилегания поролона к деревянной основе, нужно отрезать поролон под углом. И теперь аккуратно прикладываю поролон к торцу. Лишние части я отрежу. И вот такой торец у меня получился. Мне кажется, выглядит очень аккуратно. Также я аккуратно срезаю острые углы у поролона, чтобы поверхность была с покатыми углами. Теперь необходимо закрыть все синтепоном. Наношу клей на поролон и кладу сиденье на лист синтепона, ровно его приклеивая. Я тут немного запачкала ножки клеем, но не переживайте, я это все уберу. Теперь надрываю синтепон, чтобы не было видно никаких стыков. И вот что вышло. Перехожу к спинке. Ремни нужно закрыть, чтобы поролон в процессе эксплуатации не продавился в этих местах. Я делаю это при помощи спанбонда. Пристреливаю его скобами. Теперь перевожу контур спинки на поролон и вырезаю. Второй слой поролона я приклеиваю прям по месту. Перевожу контур, а потом уже вырезаю под размер. Я также срезаю поролон под углом, чтобы аккуратно приклеить его к торцу деревянной основы. А вот на верхней части есть уголки, там нужно будет немного повозиться. Я также перевожу контур и вырезаю. Приклеиваю сперва середину, а на углах вырезаю лишнее, чтобы две стороны приклеились в торец. И вот такая спинка у меня получилась. Нижнюю часть я просто закрепляю степлером. Теперь наклеиваю синтепон. Осталось оклеить подлокотники. На подлокотники я взяла латекс толщиной 1 см. Нужно сперва вставить болты, чтобы их не было заметно под тканью. И приклеиваю латекс, а потом уже обрезаю. Потом обрезаю латекс по болтам и приклеиваю аккуратно. Лишнее обрезаю. Настало время ткани. Я использую снова ткань Клеопатра, как и на компьютерном кресле. На этот раз я выбрала вот такой приятный зеленый оттенок. Мне очень понравилась эта ткань. Она бархатистая, очень приятная на ощупь. И меня совсем не смущает тот факт, что на ней остаются следы от прикосновений. Ссылочка на ткань и все остальные материалы будет ждать вас в описании. Для начала оклеиваю заднюю стенку. Я отрезаю уголки, чтобы аккуратно приклеить ткань. Теперь обиваю тканью подлокотники. Я отрезала подходящий кусок ткани. Укладываю поверх подлокотник. И пристреливаю степлером ткань с одного края. Теперь буду натягивать ткань на другую сторону. Подрезаю лишнюю ткань, чтобы можно было ровно ее натянуть. Так натягиваю ткань со всех сторон. Делаю аккуратный уголок. Это место закроется деревянным подлокотником. Отрезаю лишнюю ткань, чтобы та не мешала соединению подлокотника. Переходим к спинке. Отрезаю необходимое количество ткани. Сперва закрепляю скобами ткань в нижней части спинки. По краям я оставляю ткань неприбитой, так как потом буду формировать уголок. Кладу спинку лицом вниз и, равномерно натягивая ткань, прибиваю скобы. Теперь перехожу на боковые части. Также равномерно натягиваю ткань и прибиваю скобами. На углах я не прибиваю ткань, чтобы потом можно было сформировать аккуратный уголок. Формирую сперва уголки на нижней части. И теперь необходимо сделать уголок сверху. Осталось обтянуть сиденье. Также сперва пристреливаю ткань с задней части сиденья и веду ткань на переднюю часть. Лишнее отрезаю. Теперь боковые стороны. Формирую уголок спереди таким же образом, как я это делала на спинке. Загибаю задние уголки. И вот такое сиденье у меня получилось. Наконец-то можно переходить к сборке кресла и увидеть окончательный результат. На спинке я делаю отверстие под крепление. По-хорошему, нужно было все эти части оставить незакрытыми. Но я про это совсем забыла. И устанавливаю спинку на место. Место соединения я промазываю клеем для дерева. Теперь ставлю на место подлокотники и закрепляю все болты. Устанавливаю на место заднюю стенку. Я решила крепить ее на мебельные гвоздики. Их практически не будет заметно. И закрываю низ спонбондом. Осталось установить на место подлокотники и кресло готово. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...